25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. По случаю профессионального праздника сотрудники Выборгской таможни сегодня принимали поздравления в городском дворце культуры, в то время как их коллеги продолжали нести службу на рубежах нашей Родины. В ведомстве, которому в этом году исполнилось 78 лет, трудится полторы тысячи человек. Оно является одним из крупнейших подразделений Федеральной таможенной службы как по численности личного состава, так и по грузообороту и интенсивности движения автомобильного транспорта. В его составе есть и уникальные для России таможенные посты. В частности, Выборгский железнодорожный таможенный пост – единственная страна, где реализована технология таможенного оформления и пути следования. Морской порт Выборг имеет три пункта пропуска у нас. Таможенный пост, сам непосредственно порт Выборг, порт Высовск и пропуска брусничной шлюзи, аналога которого также в Российской Федерации нет. С профессиональным праздником коллег и ветеранов Выборгской таможни поздравил ее руководитель Александр Ястребов. Он отметил, что в текущем году ведомству удалось перечислить федеральный бюджет 20 миллиардов 700 миллионов рублей. В отношении тех, кто незаконно пытался ввести в Россию товары и транспортные средства, возбуждено 2700 административных и более 40 уголовных дел. Уничтожено 4700 тонн санкционной продукции. Достижение Выборгских таможенников отметило и руководство районной администрации. Много лет прослужил пункт пропуска. Знаю не понаслышке о ваших тяготах и лишениях. Поэтому примите мои искренние поздравления, разрешите зачитать приветственный адрес. Андрей Голобородько передал поздравления главным героям дня от главы муниципального образования Дмитрия Никулина и руководителя районной администрации Геннадия Орлова, а также вручил наиболее отличившимся сотрудникам благодарственные письма. Череду поздравлений продолжил начальник Выборгского ОМВД Эдвард Освашкис, отметив, что управление является едва ли не кузницей кадров для таможни. Некоторые сотрудники переходят на службу из одного ведомства в другое. На празднике были отмечены студенты президентской академии, обучающиеся таможенному делу, а также победители детского конкурса рисунков, приуроченного к праздничной дате. Ребята рассказали о том, какой представляют себе службу в таможне. Мне кажется, что в таможне очень сложно служить, потому что нужно не пропускать никаких вырушителей. Праздник продолжился яркими концертными номерами в исполнении как самих сотрудников Выборгской таможни, так и местных творческих коллективов.